Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале YETI 2.0. Сегодня я вам расскажу про одну из моих сбывшихся хотелок BOKER GRIP LOG Очень интересной клипсой с очень интересным замком и механизмом открывания. Это очень старый нож, который давно не производится. И нож у меня появился благодаря Илье. Илья мне его подарил, знал, что я давно хотел. И на весенней ножовке, это такое наше местечковое мероприятие, которое проводится у нас в штаб-квартире периодически. Это так бар специальный мы называем, где висит наш флаг. Илья мне подарил. Илья, если смотришь, огромное тебе спасибо. Очень интересный нож с классной реализацией. Просто давно хотел. Значит, сделан он, на мой взгляд, одними из самых гениальных инженеров ножевой вот этой всей тусовки. Это Гранд и Гавин Хок. Это те люди, которые подарили нам абсолютно безлюфтовую фронталку Deadlock. Это те, которые подарили несколько очень крутых моделей для Zero Tolerance. МАД, если я правильно помню, моделька называлась. И настолько вот эта клипса понравилась Крису Риву по реализации, что даже в коллаборации с ними он делал для своих Сибенс похожую клипсу. Плюс этот нож пользовался дикой популярностью ранее и продавались даже кастомизированные, собственно, джентльменами ножи. С вот этими прозрачными зелеными, всякими разными накладками выглядело это все супер. Сам по себе нож выпускался в нескольких решениях. У меня достаточно интересный с алюминиевой накладкой, был с прозрачной накладкой и был еще, по-моему, с G10. Вот. Можно ли снять эту накладку и ходить с ней просто так? Так, к сожалению, нет, потому что вот этот винт, он является еще и осевым с двух сторон, и он регулирует жесткость и люфты. Ну, скажем так, для того, чтобы разобраться, чего здесь и как, я предлагаю поговорить о его характеристиках. Весит нож всего 86 грамм. И неудивительно, здесь везде кругом алюминий, только ряд бонок из стали и, собственно, стальной клинок. 110 миллиметров длины, 13 на толстом месте, это конструкция через одну бонку, но вот вы видите, вот это черное, это пружина. И она, ну, как бы получается, как бэкспейсер, в смысле, через нее ничего не будет проходить, нужно будет чистить, если что. Благо, конструкция простая, достаточно открутить вот эти винты и все. Кстати сказать, вот этот винт и вот этот винт регулируют жесткость хода клинка. В оси используются бронзовые шайбы. Это нож из времен, когда фронт флиппер еще не был мейнстримом, да. Замок вот этот грипп лог, он не как вот, видите, как слепджойнт. Но, пока вы его держите здесь, пока вы держите вот эту нижнюю скобу, его невозможно сложить и у него нет никаких люфтов вообще от слова в принципе. И когда вы переворачиваете нож, вам в глаза бросается вот эта шедевральная клипса. Она переставляемая левша-правша и чертовски удобная. Нож на кармане располагается просто супер. Для тех, у кого возникает вопрос, возможно ли ее переставить на другой с похожим креплением типа бичманды или там ZT совместимых, к сожалению, нет. Чуть-чуть другое расстояние между отверстиями. Соответственно, у нас есть большое темлячное отверстие, сюда пролезет любой паракорд. Как я уже вам говорил, в оси используются у нас шайбы. Вот так все это дело открыться. Кстати, можно кому-то, если удобнее, можно попробовать открыться шпенька. Тоже удобно. Он же является упорным. 82 мм длины. 76 из них полезных. 2,85 в обухе. И сталь АУС-8. Ножик из прошлого. 57-58 единицы. Когда-то это казалось, что это супер и нормально. Ножик уже не новый, переточенный. Сведение 0,5 прямо сейчас. 26 мм ширины и 18 из них прямой спуск. И здесь у нас просто классический битбласт. Ножик обалденный. Я очень давно его хотел. И я вот каждый раз, когда мне в руки такие вещи из старины попадаются, я думаю, блин, вот раньше же делали. Почему сейчас так не морочатся? В итоге, для того, чтобы получше понимать габариты данного ножа, предлагаю сравнить его с другими известными ножами. Субтитры сделал DimaTorzok с характеристиками тоже все понятно. Конечно, прикольная тема, я говорю. Это вот из тех времен, когда фронтфлипер еще не был мейнстримом. Уже тогда, а это знаете когда? Это, наверное, в 2005 году. Их уже, по-моему, снялись производства. То ли в 2005, то ли в 2008. Сейчас точно не вспомню. Но я, когда только пришел серьезно в это во все ножевое увлечение, уже их было непросто достать. Давайте нож разберем, посмотрим, что у него внутри. Накладочки простенькие, в плане того, что они вот эти вот плоские. И можно заказать сейчас у любого накладочника. Будет вообще бомба. Прозрачные какие-нибудь. Вот как я вам в начале ролика показывал. Можно то же самое сделать. Здесь видник не потерян. Это просто для крепления клипсы. Потому что, видите, у всех есть потай, а у него потай нет. Вот такая красота. Вот такая красотища. Просто без замка. Чик. И все складывается. Потом чик. И раскладывается. Пока нож держишь, ничего ему не будет. Вот так это все дело выглядит. Так. Ну что ж. Давайте, давайте, давайте скинем. Ить. Потом заново накинем. Так. Так. Скидываем верхнюю часть. Оп. Собственно, вот. Вот и все. Вот это и есть пружина. Все это дело работает на шайбах. Причем в обоих случаях. Такая микрошайбочка. Причем обратите внимание, что микрошайбочка. Все это дело из бронзы. Максимально простая, но очень клевая, интересная конструкция. Короче, буду опять постарчески ныть. Про раньше деревья были зеленее и все остальное. Блин, вот такой простой нож стоил. Он очень небольших денег. Но так в нем классно заморачивались. А какие крутые были раньше замки у CRKT. И очень всякие крутые, интересные исполнения у них были. Ну, в общем, сейчас, к сожалению, с этим все похуже. Все сильно похуже. Все сильно попроще. Особо никто не заморачивается. Мы как-то сидели, гутарили. В чем же проблема? А кто же виноват? Ну, и в общем, все-таки пришли, наверное, к выводу, что сейчас никто не морочится. Потому что китайцы все скопируют тут же. И вот эти все усилия, они будут напрасны. Потому что когда все это придумывалось, Китай был только-только в самом низшем каком-то уровне ножей из ларька, ножей из перехода. Ну, и, собственно, проблем тогда не было. Никто ничего не мог так нормально скопировать. А сейчас вот так. Вот к такому выводу мы пришли. В общем, хотелочка отправляется в мой чемодан-сокровищ. Обязательно по итогу лета сделаю обзор на свой чемодан-сокровищ. Илье еще раз огромное спасибо за сбывшуюся хотелку. На этом и все. Всем спасибо. Пока.